Французская Ривьера, да и даже ближайшие зарубежья по западную сторону украинской границы могут теперь стать для него опасными. В любой момент там могут схватить и отправить в Камбоджу. Нардепа Николая Книжицкого разыскивает Интерпол, разыскивает за изнасилование. Что на эти обвинения отвечает глава комитета по вопросам культуры и духовности? Подробнее Ольга Теребинская. Королевство Камбоджа, небольшое государство на юго-востоке Азии. Помимо прекрасных храмовых комплексов и пляжей, некоторых туристов привлекает еще одна, если так можно сказать, достопримечательность – доступный секс. И это не только в плане недорогих жрец любви. В определенных местах развлечься можно даже с детьми. Несмотря на то, что камбоджийские власти усиленно пытаются ловить и сажать педофилов, борделей с несовершеннолетними не становится меньше, а поток секс-туристов не иссякает. Именно из этой страны пришла красная карта для украинского депутата Николая Княжицкого. Интерпол разыскивает главу комитета по вопросам культуры и духовности за изнасилование. Сам Княжицкий здесь, в Украине, все отрицает. В заявлениях о фальсификации Нардеп на протяжении всего дня обвиняет все время других. С утра заявил, это дело рук иностранных спецслужб и российских пропагандистов. За тем, что это обвинение появилось после визита министра иностранных дел Камбоджи в Москву. А уже потом, что во всем виноват бывший владелец ТВА Константин Коголовский. Будто бы таким образом тот мстит ему за старый конфликт на канале. Сам же бизнесмен вечером ответил, не видел Княжицкого несколько лет, ничего не знает о деле против него в Камбодже и что у того мания величия. Сама же пресс-служба депутата ссылается на тот факт, что Княжицкий вечером 8 сентября 2011 года вел свою программу и находился в Киеве. Исходя из анонсов, телекритики и фейсбук-странички программы, это действительно так. Но в красном сообщении из Камбоджи указано, преступление совершено 9 сентября, а не 8. А наши коллеги из громадского ТВ проверили. И оказалось, программы и 8 в эфире не было. В украинском бюро Интерпола говорят, всю информацию пока проверяют. По камбоджийским законам за изнасилование предусмотрено от 10 до 20 лет тюрьмы. Но пока идет проверка информации и расследование данного преступления. И все это время Княжицкому не видать зарубежных стран. Ведь в противном случае сразу окажется в руках камбоджийцев. Безусловно, он пользуется гарантиями, предоставленными законодательством Украины. Если же он поедет куда-то, скажем, с туристической целью за пределы Украины, то, соответственно, на территории третьей страны никаких у него гарантий уже не будет. И он может быть вполне подвергнут экстрадиционному аресту. А пока в Камбодже расследуют дело об изнасиловании, может и украинским властям стоит задуматься, не освежит ли расследование о рейдерском захвате ТВА в 2013 году. Ведь суды в Великобритании это доказали. А в Украине с этим делом тянут уже почти два года. А журналисты этого канала отправлены в неоплачиваемый отпуск. Зарплату они не получают уже три месяца. Ольга Теребинская, Валентин Белич. Подробности телеканал Интер.